Второй тур кастинга ведущих телеканала Универ ТВ. Когда нам ждать снега? 15-й телефестиваль «Профессия журналист». Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Маргарита Михайлова. 15 ноября в рамках фестиваля популяризации науки Милмак Сайенс Казан-2023 прошла очередная лекция в стенах Национальной библиотеки Республики Татарстан. Ирина Мальганова, доцент кафедры географии и картографии Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, рассказала о трансформации городов современного мира на основе космоснимков. В своей лекции спикер раскрыла разнообразие городских форм существования в разных регионах мира и наглядно показала, как происходит процесс застройки города. Как вы думаете, почему мы все-таки в городах-то живем? Комфорт. Ага, еще. Деньги. Деньги. Работа. Инфраструктура. Отлично. Вот, Организация Объемных Наций делает такой рейтинг стран по уровню урбанизации. Ну, грубо говоря, какое количество населения у нас проживает в городах, да? И здесь вот такая, смотрите, прикольная фишка. Ватикан. Он такой маленький в Риме, да, ну, как сказать, страна в стране, город в городе, да? Но, тем не менее, в рейтинге он на первом месте. На втором месте это Организация Объемных Наций, ну, то есть серьезная организация, да, статистически все рассчитано. Монако. То есть здесь, смотри, как считать. Маленькая площадь, да, при этом чуть ли не 99,9% все живут в Монако. Ну, не все, а у кого деньги есть. Третье. На Уру есть такой остров. Как вы думаете, где? Ежегодный телеканал Универ ТВ проводит кастинг для будущих ведущих. Здесь неважно, учишься ли ты в университете, только выпустился из школы или находишься в поиске себя. Главное, как ты себя ведешь в кадре и насколько хорошо умеешь работать с новой информацией. В этом году количество желающих попробовать себя в роли телеведущих превысило отметку в 170 человек. О том, как проходил кастинг и когда будут известны результаты, узнаете далее. 10 ноября в рамках ПРО-науки прошел первый этап кастинга, на котором каждый желающий мог попробовать свои силы и побороться за место перед камерой. Для этого были созданы все условия. Зона с хромакеем, телевизионные камеры и телесуфлер, с которого девушки и юноши читали необходимые подводки. Все это проходило под контролем руководителя информационной редакции и постоянных ведущих Универ ТВ. Они подсказывали, как правильно вести себя в кадре и делились своим опытом работы. Благодаря подобному кастингу Гульфия Мутугулина, около пяти лет назад стала одной из основных ведущих телеканала. Опыт волонтерства на телевидении она отмечает как один из самых запоминающихся и интересных периодов. Постоянные съемки, новые знакомства и даже внештатные ситуации, из которых приходилось быстро находить пути решения. Я, насколько помню, здесь было около 400 человек. Все из разных сфер были даже знакомы, были совершенно незнакомые люди. И вот нас отобрали десятку красавчиков, счастливчиков, которые стали ведущими на Универ ТВ. Чего я запомнила из своего первого эфира. Я помню, я очень долго готовилась. Мне сделала подружка прическу. Я там сама накрасилась. Меня мандражила очень сильно, но меня очень сильно тогда похвалили, потому что сказали, что я единственная, которая не боялась софитов. Прикольность в том, что я не боюсь импровизации. И у меня сейчас, если вспомнить, то самая, наверное, крутая импровизация случилась на студенческой весне всероссийской, когда мы вели в прямом эфире, типа, это студенческая весна, там все шумит, это студенческая весна. Второй этап кастинга 2023 года проходил в студии телеканала Универ ТВ. Ребятам, которые не смогли по каким-либо причинам посетить отбор в рамках фестиваля про наука, дали возможность проявить себя уже там, где ежедневно записывают новости и другие программы. Условия те же. Для начала нужно немного рассказать о себе, а после с чувством, толком и расстановкой прочитать подводки с телесуфлера. В этой же студии побывала и Гульфия Матугулина, которая также, как и ребята, пришедшие на кастинг, вновь икунулась в атмосферу студенческих лет. На самом деле я перестала бояться в целом камеры. Для меня стало ощущение и понимание, что вот если ты просто живешь в мире, для тебя минута — это как по щелчку. А если ты в телеке, то минута — это какая-то вечность. То есть я за минуту могла посидеть, отдохнуть, попить. Для меня это очень много было времени. Этот опыт нужно пройти. Мне вот хватило пять лет. Я причем здесь не только новости вела, у нас еще было радио. Я еще и на радиоведущей была, и у меня была своя даже рубрика. Но это нереально крутые. Это крутые эмоции, это крутые воспоминания. Я очень желаю универтв процветания. Телесуфлер и компьютер выключены. Свет погас, значит, новости сняты. Результаты кастинга будут оглашены в понедельник. Руководителем информационной редакции Универтв Карины Саяховой. После просмотра всех отснятых видео отборочного этапа она добавит будущих ведущих в специальную беседу в Телеграм. А тех, кто не попытал счастья в этом году, обязательно ждем в следующем. А может быть и раньше. Кто знает. Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универновости. 13 ноября стартовал 15-й Московский международный телефестиваль «Профессия журналист». В рамках конкурсной программы корреспонденты, режиссеры, сценаристы и операторы были номинированы на премии в самых разных категориях. В числе участников – Карина Саяхова, шеф-редактор информационной службы Универтв. О журналистском пути и поездке в столицу России в сюжете Валерии Карташовой. Средства массовой информации. Четвертая власть – основной источник новостей, которые люди читают или смотрят ежедневно на экранах своих смартфонов и телевизоров. Если для зрителя все выглядит довольно просто, то внутренняя часть работы, например, корреспондента, скрывает за собой интереснейшие моменты. Кто он такой и чем занимается? На эти и другие вопросы помогают ответить Департамент средств массовой информации и рекламы, Союз журналистов Москвы и Гильдия кинорежиссеров России, которые проводят вот уже 15-й московский международный телефестиваль «Профессия журналист». В его рамках в номинацию «Лучший телесюжет» попала шеф-редактор информационной редакции Универтв Карина Саяхова. Она доказывает своим примером, что если сильно захотеть и упорно работать, то покорять эфир телевещания можно в любом возрасте. Я бы выделил несколько аспектов, которым посвящен наш фестиваль. Во-первых, это повышение престижа профессии журналист. Это также попытка сделать срез, показывающий состояние современной российской журналистики, основных тем, основных эстетических, этических, стилистических ее аспектов. Свою карьеру на телевидении Карина начала в 19 лет. Сразу после школы она решила связать свою жизнь с театром и кино, поэтому первым местом ее обучения стал Казанский государственный институт культуры и искусств. Проучившись там один год, Карина поняла, что все же ее сердце и душа принадлежат профессии журналиста. Поэтому она подала документы в Казанский федеральный университет на направление телевидения. Уже на первом курсе обучения ее телесюжеты украшали эфир вещания телеканала «Универтв». На втором она стала полноправным корреспондентом. На четвертом – шеф-редактором информационной редакции, которая ежедневно радует зрителей выпусками новостей. И за их качество отвечает именно Карина. Самое приятное для меня было, что не я подала заявку, а меня пригласили. Меня нашли, меня выбрали. Я заполнила заявку, опять же, я оформила все документы. И полетела в Москву прямым рейсом. Знаете, во-первых, у журналиста, на мой взгляд, должен быть очень богатый культурный фон. То есть это должен быть начитанный человек, хорошо знакомый с историей, философией, культурологией, политологией, желательно знающий иностранные языки. Человек готовый понимать, в каком контексте находится тот факт, о котором он в данный момент рассказывает. Работа Карины, которую номинировали на премию «Лучший телесюжет», основана на проекте «Медиалабфест», в котором она раскрывает тайны медийного мира. Его будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входят заслуженные журналисты, режиссеры и продюсеры, которые завоевали авторитет в медийной сфере. За свою карьеру Карина в роли телерепортера взяла множество интервью, смогла раскрыть сложные темы мировой и российской повестки, была в кадре и за кадром. Окунувшись в омут с головой, обрела заслуженный успех и стала руководителем информационной редакции уже в 23 года. Такого в истории нашего телеканала еще не было. В Москве, конечно, ни первый, ни второй, ни третий раз, но именно в эту поездку она для меня открылась с какой-то совершенно другой стороны, с которой я даже не ожидала ее увидеть. Мы приехали к шести часам на показ моего сюжета в Дом кино гильдии кинорежиссеров. Там, конечно, потрясающе. Там и люди другие. Ну, так мне казалось, по крайней мере, кажется, до сих пор. Критериев достаточно много. Во-первых, это точность, объективность, с которой журналист подходит к решению тех или иных вопросов. Это выразительность, потому что, несмотря на то, что журналистика все-таки связана больше с неким публицистическим направлением, нежели с художественным творчеством, все-таки выразительность и умение облачить содержание в удобоваримую и привлекательную форму – это тоже важно. Напомним, генеральными партнерами фестиваля выступили Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Союз журналистов Москвы и Гильдия кинорежиссеров России. В рамках фестиваля также проводятся мастер-классы от ведущих спикеров в области кино и телевидения. Продлится он до 19 ноября. Тогда же и станут известны результаты конкурса. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Аделя Файзулина, Универ Новости. Жители Республики Татарстан уже долгое время задаются вопросом – какой же будет грядущая зима? Холодной или, может, аномально теплой? Ответ на этот и некоторые другие вопросы прозвучат в нашем следующем сюжете. Смена времен года всегда заставляет людей задаваться вполне логичным вопросом – оправдаются ли их ожидания относительно погоды. Поскольку осень в этом году пришла по расписанию, а зима в прошлом заставила себя ждать, жители города сомневаются в своевременном выпадении снега. Как оказалось, поводов для беспокойства нет. Пусть самое суровое время года слегка и запаздывает, но уже в ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля по Цельсию. Действительно, у нас в этом году зима несколько запаздывает. И у нас действительно первая половина месяца была такой октябрьской, а не ноябрьской. В то же время в ближайшие дни уже с пятницы на субботу столбики термометра устойчиво перейдут через нулевую отметку в сторону более низких температур. И создадутся условия, чтобы осадки, выпадающие в виде снега, оставались с нами и сохранялись на земле. Стоит отметить и то, что формирование необходимого циклона для выпадения снега в выходные ждать не стоит. А вот уже ближе ко вторнику существует большая вероятность того, что жители Казани смогут увидеть самый настоящий снег и получить максимальный заряд приближающегося маленькими шагами новогоднего настроения. Все эти погодные изменения никак не выходят за рамки и являются близкими к климатической норме. В то же время стоит отметить, что в выходные будет антициклональный характер погоды, то есть будет малооблачная погода с минимальной вероятностью осадков. Таким образом, в ближайшие дни, до начала следующей недели, мы не ждем существенных осадков и не ждем формирования снежного покрова. Условия для его формирования создадутся примерно во вторник, в среду, когда давление вновь понизится, и с циклоном, и с его атмосферными фронтами к нам придут осадки. Прогнозируется, что высота снежного покрова уже к середине следующей недели может составить около 10 сантиметров. Что касается прогнозов на ближайшую зиму, по словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Уходеева, погода зимних месяцев в этом году будет сильно контрастировать по отношению друг к другу. Декабрь будет холодный, а вот в феврале температура будет значительно выше климатической нормы. Говоря о характере зимы, мы, конечно, наверное, уже подустали от теплых аномалий. Октябрь был теплый, ноябрь аномально теплый. По долгосрочному прогнозу зима у нас прогнозируется контрастной. Достаточно выразиться это, наиболее вероятно, в холодном декабре. То есть декабрь прогнозируется ниже климатической нормы. В феврале, напротив, выше климатической нормы по температуре. Эта зима обещает быть достаточно разнообразна в своих температурных проявлениях. От очень холодного до необыкновенно теплого. Также существует небольшая вероятность того, что кончится она гораздо раньше положенного ей срока. А значит, ждать весну в этом году придется немного меньше обычного. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Завершилась регистрационная кампания седьмого сезона Олимпиады «Я профессионал». От студентов Казанского и Федерального университета поступило свыше 4000 заявок на участие. Всероссийская Олимпиада студентов «Я профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Миноборнауки России. Впереди участников Олимпиады ждет отборочный этап, который начнется 17 ноября и продлится до 3 декабря. В рамках отборочного этапа студенты смогут попробовать свои силы в решении заданий, разработанных при участии ведущих вузов России, а также отраслевых лидеров. В Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан состоялось награждение победителей регионального этапа премии «Мы вместе». Ученик IT-лицея КФУ Тимур Рысаев в числе победителей. Он представил проект, направленный на обеспечение целостного восприятия достопримечательностей лицами с инвалидностью по зрению. Тимур Рысаев представил проект «Аудиотактильный комплекс» Казанского Кремля. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!